Всем привет, предлагаю к вашему вниманию краткое мнение о матче второго тура АПЛ, в котором Челси принимал Тоттенхэм. Из всех матчей европейского футбольного уикенда именно эта вывеска на мой взгляд оказалась центральной. Матч получился скандальным из-за поведения главных тренеров и возможно не очень уверенного судейства Энтони Тейлора в некоторых эпизодах, но об этом в конце видео. Первые же 10 минут игры получились достаточно сумбурными. Соперники боролись за инициативу и часто ошибались в передачах, но в дальнейшем именно хозяева поля смогли завладеть преимуществом и не отпускали его до конца первой половины. Игроки Челси очень быстро и качественно двигали мяч по газону, что приводило к постоянным опасным подходам к штрафной Тоттенхэма. Не хватало, правда, завершающих ударов, но общее давление на команду Конты было внушительным. Владение мячом по первому тайму получилось 70 на 30. Количество ударов 8 против 2. Плюс у Челси было превосходство по другим показателям. При этом очень здорово в составе синих смотрелся он голый Конте. Шпоры также часто не успевали за оппонентами, что и приходилось компенсировать грубой игрой. Поэтому гол Кулейбали на 19-й, после которого хозяева повели, был абсолютно логичен и заслужен, потому что происходило на поле в первые 45 минут. 1-0 Челси. После перерыва тренер Тоттенхэма сделал все, чтобы изменить ход матча. Игроки Конты постарались перехватить инициативу. На поле появился нападающий Ришарлисон. Сон и Кейм пытались максимально обострять ситуацию. Но Челси не гнулся, а напротив продолжал играть в свой футбол, создавая больше опасных подходов к воротам Уга Льюриса, чем гости у ворот Минди. Поэтому ответный мяч ворота команды Тухеля был однозначно нелогичным. Плюс именно он стал первопричиной назревающего тренерского скандала. Возможно, и судья немного ошибся в предыдущем голу эпизоде, где сбили Хавертса. Возможно, Ирис Шарлисон находился не в совсем пассивном офсайде. Однако мяч, несмотря на протесты игроков Челси, засчитали и прыжки Конты на бровки привели к эмоциональному взрыву в тренерской зоне Стэнфорд-Бридж. Пропущенный гол только раззадорил хозяев. Ирис Джеймс через 9 минут абсолютно справедливо вывел свою команду снова вперед. Тухель назло Конты, неся с поднятыми руками по бровке, как болит Формула-1, празднуя взятие ворот своего коллектива и поджигая фитиль будущего скандала. Весь ход игры в концовке, несмотря на замены итальянского тренера и добавленные судьей 6 минут, шел к победе Челси. Однако после последнего матча углового Гарри Кейн уже на 96-й смог отправить мяч в ворота Эдуара Минди, позволив Туттенхему натуральным образом отскочить. В итоге ничья 2-2. На мой взгляд, абсолютно несправедливый результат. Хозяева Стэнфорд-Бридж однозначно заслуживали победу. Теперь к матчевому скандалу. После финального свистка во время тренерского рукопожатия Тухель и Конты как клешнями вцепились в руку друг друга, при этом активно что-то вещая оппоненту в лицо, спровоцировав массовое столпотворение и посадив себя обоюдно на красные карточки. Мне кажется, оба этих персонажа не умеют себя вести и абсолютно невоспитаны. Тухель вообще и всегда необоснованный нагловатый и хамоватый тип, а Конты своими прыжками на бровках всех арен выведет из равновесия любого визави. Напомню, что Конты усиленно скакал во время матча между Челси и Ман Юнайтед, когда тот тренировал Жозе Мауринио. Эмью тогда горел 0-4 и Жозе попросил итальянца проявить хоть какое-то уважение к его команде и прекратить эту неистовую радость после каждого гола. Тухель же сразу пошел в рукопашную после первоответного гола Туттенхэма. В общем, господа Антонио и Томас стоят друг друга, плюс еще и совсем без разума, так как тренерские зоны на Стэнфорде расположены слишком близко из-за структуры стадиона и надо включать голову, думая о корпоративной этике.